Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам исламских убеждений. На нескольких предыдущих уроках мы говорили о свободе выбора человека. Является ли, обладает ли человек свободой выбора или нет, он является вынужденным в своих действиях. Итак, мы на предыдущем уроке начали разбирать доказательства первой точки зрения, а именно точки зрения о том, что человек вынужден в своих деяниях, что он лишен свободы выбора. То есть доказательства тех, кто лишает человека свободы выбора и как следствие ответственности за совершенные деяния. Мы разобрали первую точку зрения о том, что если мы верим в едино Божие в господстве, едино Божие в созидательстве, то мы также должны верить в то, что человек вынужден в своих деяниях. Потому что если единственной причиной всего, абсолютно всего, без исключения является единый Бог, то какую роль здесь играет человек? Значит, он никакой роли не играет, он не является причиной абсолютно ничего. Но мы разобрали этот вопрос и дали, может быть, немножко не совсем ясное, может быть, не совсем отчетливое понимание, но все-таки дали понимание того, что одно другому нисколько не противоречит. Но объяснение не совсем яркое, не совсем ясное, не совсем отчетливое по той простой причине, что каждый человек сам должен доходить в этом вопросе до предела, сам должен в полной мере представить этот вопрос. Почему? Потому что вопрос свободы выбора, вопрос наличия выбора является отчасти необъяснимым, и человек сам должен представить. И поэтому вам самим, дорогие братья и сестры, необходимо представить, что из себя представляет выбор. И представив, правильно представив себе, что из себя представляет выбор, который к тому же дарован Богом, вы легко поймете, что это никоим образом не противоречит единобожию в господстве и единобожию в созидательстве. Потому что выбор не означает наличие могущества, не означает, что то или иное деяние совершается человеком никоим образом. Выбор означает, что человек выбрал это деяние, не совершил, совершает все Бог. Он является единственной причиной, согласно доказательствам единобожия в господстве и единобожия в созидательстве. А что же делать человек? Человек выбирает. И то, что было выбрано человеком, совершается в определенной мере Богом. В определенной мере, потому что здесь, если мы говорим о деяниях самого человека, например, человек хочет совершить молитву или хочет отправиться в школу. Это его собственное деяние. В этом отношении Бог совершает. Как только он захотел и проявил по-настоящему волю к этому, то Бог дает ему силы, дает ему могущество совершить это деяние. Но если человек проявит волю к тому, чтобы кто-то другой что-то сделал для него, то здесь, конечно же, Бог не вынуждает другого человека совершать какое-то деяние, какое-то действие для него. Поэтому в определенных пределах Бог, то есть условием для того, чтобы Бог совершил то или иное деяние, то или иное действие является волей выбор человека. Условием для совершения определенных действий, определенных деяний. Поэтому свобода выбора никоим образом не противоречит Единобожию в Созидательстве и в Господстве. Это первое доказательство, которое мы можем обнаружить. Итак, следующее доказательство, с которым мы можем столкнуться, это очень частое, на самом деле, доказательство, очень частая аргументация сторонников отсутствия у человека свободы выбора, свободы воли. И заключается оно в том, что Бог изначально, из извечности знает до возникновения всего, до возникновения человека, прекрасно знал, что произойдет, а чего не произойдет. То есть они ссылаются на безошибочное, безгрешное, извечное знание Бога. Каким образом? А следующим образом, они говорят, что если человек поступит иначе тому, что знает Бог, выберет нечто другое, противное знанию Бога, то значит, Бог ошибся, что невозможно, Бог не может ошибаться. Ну, а если поступит согласно, то значит, он вынужден. То есть, другими словами, человек не может поступить иначе. Если Бог знает, что человек, например, человек по имени Сергей в такой-то день, в таком-то месте поступит таким-то образом, то Сергей не может поступить иначе. В противном случае, Бог ошибется, что невозможно, Бог не ошибается, Бог не может ошибиться. А все это значит, в конечном итоге значит, что человек вынужден, что человек лишен свободы выбора, свободы воли. И все происходит исключительно по воле Бога. Но люди, которые озвучивают данное доказательство, данный аргумент, забывают об одном очень важном моменте, об одной очень важной вещи, а именно о том, что знание Бога не является беспорядочным, случайным набором знаний. Что знание Бога – это не просто информация беспорядочная, случайная. То есть, это не просто случайный набор знаний. Это знание, основанное на чем-то, на какой-то причине. Например, если учитель знает, что тот или иной его ученик провалится на экзамене, то это знание основано на причине. То есть, учитель знает причину того, почему тот или иной его ученик провалится на экзамене. То есть, это знание не является чем-то случайным и, как следствие, не вынуждает, не является причиной вынужденности его ученика ошибиться. Так же, примерно так же и в случае с Богом. С тем лишь отличием, что учитель может ошибиться, а Бог ошибиться не может. Таким образом, знание Бога на самом деле – это знание причин тех или иных следствий, а не просто знание следствий в случайном порядке, без учета их причин. Ни в коем случае. То есть, Бог знает причины, которые приведут к тем или иным последствиям. Бог не просто знает о последствиях, не просто знает о случайном и беспорядочном наборе следствий. Ни в коем случае. Если Бог знает, почему человек совершит то или иное деяние, тот или иной человек в том или ином месте совершит то или иное деяние, то Бог до этого прежде всего, прежде этого знает, почему он это совершит. И одной из причин поступков и деяний людей является их выбор. Является их выбор. То есть, Бог из вечности безошибочно знает, что в тот или иной момент тот или иной человек выберет для себя, к чему он проявит свою волю. И знание об этой воле дает знание Богу о том или ином поступке или об отсутствии того или иного поступка. Таким образом, никакой вынужденности мы здесь не обнаруживаем. Точно так же, как не вынужден ученик провалиться на экзамене, если его учитель знает, что он провалится. Если учитель, сделав вывод из всего учебного года, придет к выводу, что ученик провалится, то это не делает ученика вынужденным провалиться на экзамене. Почему? Потому что человек может проявить альтернативную волю, может проявить усердие, усилие приложить для того, чтобы подготовиться как следует к экзамену. И тогда учитель будет знать о том, что человек старается, и результаты будут другими, и предсказания учителя будут совершенно другими. Так же и в случае с Богом. Если человек в той или иной ситуации проявит волю к действию А, то Бог знает об этом. Если Бог знает, что человек совершит это действие, то только потому, что знает о том, что он проявит волю к этому действию, что он проявит желание совершить это действие, что он выберет это действие. Поэтому извечное знание Бога, извечное безошибочное знание Бога ни в коем случае не противоречит свободе выбора человека. Это второй довод, который мы намеревались рассмотреть. И как мы видим, этот довод также недостаточно крепок и не выдерживает самой малейшей критики. И третий довод, о котором мы, так как наше время подходит к концу, но нам этого времени вполне достаточно, потому что мы об этом ранее говорили. Мы говорили о таком понятии, исламском понятии, как Када и Кадар. Мы это довольно-таки подробно обсуждали, что из себя представляют Када и Кадар, которые мы переводили как предопределение. И там же в этих обсуждениях, вы можете обратиться, мы говорили о том, что Када и Кадар ни в коем случае, ни в коем образом не противоречат свободе выбора человека. Что как раз-таки этот Кадар и Кадар учитывает свободу выбора человека, учитывает выбор того или иного человека в той или иной ситуации. Более подробно вы можете обратиться к нашим урокам, посвященным этому вопросу. А на этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжение следует... Продолжение следует...